Дай почитать. А надо бы привлечь внимание к более серьезной литературе. Разумеется, эту диалогию, эту книгу я не читала. Решила узнать предпочтения юных. Мара и морок, месть по талым плащам и правда под черной маской, незатейливая книжечка в жанре фэнтези на основе славянского язычества. И так есть Марана, воплощение смерти из зимы, богиня. Мары, отмечены Мараны, их было семь, и они отправляли неупокоенных в потусторонний мир. Был морок с луготением, у которой нет ни начала, ни конца. Книга начинается с оживления одной из семи убитых 200 лет назад Мар, Агаты. Из воспоминаний Агаты мы узнаем, как и почему Мары погибли. Она была убита последней при попытке убить принца и отомстить за сестру. Остальные Мары добровольно принимают смерть, поддерживая ее вендетту. Повествование разворачивается в двух временных плоскостях – двухсотлетней давности и настоящих событиях. Развязанная война между двумя королевствами – Сиратом и Аракеаном в разгаре. В итоге Агата заключает с Даниилом сделку. Агата совершает месть окончательно, а затем ее оживляют полностью. Даниил – избалованный тщеславный принц присоединит Сирак к Аракену. Но это только планы, а в действительности все куда сложнее. Пульсирует любовная линия, что, безусловно, вызывает у читателей интерес, особенно у девочек, подростков. Диалоги легкие и понятные, как переписка школьников ВКонтакте. Написано так, как будто ты просматриваешь москультовый сериальчик. Никаких душевных терзаний и духовных открытий. Кажется, что ты в далеком детстве у костра в пионерском лагере сквозь сон прослушал какую-то легенду. Да, еще есть ожидание продолжения. И сейчас действительно в магазинах есть и первая книга «Мара и морок», и вторая «Мара и морок. Особенная тень». И третья приквел «Мара и морок. Пятьсот лет назад». Читать только в такой последовательности. 16+. Это и многие другие книги. Вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!